Как ты делаешь, друзья? Это такой себе приключенческий боевик с видом от третьего лица от компании Naughty Dog. В своё время я какой-либо шумихи по этой игре не слышал, во-первых, потому что на тот момент меня можно было назвать малолетний дебил, да ещё и без консоли. А во-вторых, потому что данная игра вышла в 2007 году. А знаете, что ещё вышло в этом году и что лично у меня в школе было на слуху? Ассасинскрин. Так что, я думаю, тут без вопросов, да? Итак, давайте вкратце, для понимания, пару слов о главном герое, чтобы не рвать повествование в дальнейшем. Найтан Дрейк. По сути, парень простой, из тех, что видит юбилейный десятчик и не могут не взять его. Остроумный, находчивый, умеет в экшен и историю. Также частенько комментирует события, абсурдность ситуации или пиздец своего положения. В отношении гуков или просто неприятных личностей часто прибегает к сарказму и насмешкам. В общем, всё делают правильно. А неправильный стебёт. Наш пацан. Нейт. Гляди в оба. Хе-хе. Добро. Всегда гляжу. А-а-а! Ну или почти всегда. Мы, как и каждый уважающий себя человек, вольны прыгать, цепляться за выступы, плавать, использовать лестницы, хвататься за верёвки и лианы. И выполнять другие акробатические приёмы, которые простые пацаны мигом характеризуют как... Паркур! 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 Ну что ж, на этой ноте вступление заканчивается, и мы начинаем. Сюжет начинается с великих слов и того, как неизвестный гроб поднимают со дна океана. Далее мы оказываемся на Колымаге, где этот самый гроб пытается вскрыть уже знакомый нам главный герой. Попутно данный процесс снимает на камеру некая Елена Фишер. Этот репортаж очень важен для неё, во-первых, потому что она репортер, а во-вторых, потому что хочет хайпануть. Так вот, Елена сообщает, что гроб этот принадлежит легендарному мореплавателю Фрэнсису Дрейку, и что она навела о нём справки и потомство он не оставил. А Нейтан, который носит фамилию этого Фрэнсиса, сообщает, что факты могут ошибаться, намекая на то, что он всё-таки его потомок. Данный вопрос полностью раскроется только в четвёртой части. Гроб всё-таки получается вскрыть, и шок-контент обнаруживается, что тела там нет. Это печально. А только некий сундук с личным дневником Фрэнсиса. Нейтан, который, видимо, знал или имел теорию об инсценировке захоронения, совсем не удивился находке. А Ленка, как истинный репортер, хочет взять хороший кадр, заснять дневник и содержимое гроба. На что Нейт отвечает. Тут съёмка видео запрещена, блин. Камеру вырубай нахуй. Уговор был только на гроб. И всё. Ленок сразу понимает, что её хотят наебать, и сообщает, что вообще-то, ты нищий авантюрист. И именно канал, где она работает, оплатил всю экспедицию, и Коломагу тоже. Плюс. Мистер Дрейк, вы подписали контракт. Понимая, что в ход идут железобетонные аргументы, Нейт переводит разговор в более важную тему, а именно, выживание. Так как их, как детей, выследили местные пираты, которые берут в пленных только женщин. До неё доходит, что оказаться в плену у пиратов в качестве развлечения не вариант. Поэтому она мигом соглашается с Нейтаном, что нужно парней вообще как бы порешить. Экстерном проходит обучение и в бой. А пираты, которые хотели поживиться находкой, сами того не понимая, любезно предоставили свои жалкие жизни, чтобы и мы тоже освоили основные механики боя в игре. Найс. К нам на помощь прилетает неизвестный самолет, который и помогает нам поставить точку в данном конфликте и спасает нас от того, чтобы стать кормом для акул. Выясняется, что пилот это Виктор Салливан, давний друг, напарник и наставник Нейтана. Их отношения в дальнейшем и прошлом будут отлично раскрыты к концу серии. В тихом месте Нейт и Салли обсуждают дневник, из чего становится ясно две вещи. Первое. Фрэнсис Дрейк нашел что-то охуенно важное в этом плавании, так как сама королева Англии приказала ему и его команде помалкивать о находке. И второе. То, что какая-то, не побоюсь этого слова, псина, взяла и нагло вырвала последнюю страницу из дневника. А между тем, Салли подмечает одну немаловажную деталь. Ленку. И то, что ее репортаж может привлечь к их находке ненужное внимание и конкуренцию. Поэтому, недолго думая, было принято рациональное, но жестокое решение ее кидануть и уплыть дальше на поиски легендарного Эльдорадо, о котором говорится в дневнике. Нет, я им вообще не доверяю. Поэтому надо быстро. Дай мне съемочную группу и я обещаю, что... Ах, ты сволочек. Хей! Ну что, дружок, мне номерочек давай списать? Ах, этого следовало ожидать. Спустите, а у вас не будет одного рубля на дорогу? Ну? Я не вырубаюсь. Судя по координатам, это прямо здесь. Может, ты просто не так смотришь? Дай сюда. Нет, мы на месте. Тут ничего нет, Нейт. Опять мы зашли в тупик. Тихо, Салли. Расслабься. Давай лучше осмотримся. Прибыв на указанное место в джунглях, мы случайно обнаруживаем подземный храм, в котором мы можем узнать, что Салли... Я в долгах, как в шелках. Я рассчитывал, что нам повезет. Это показывает нам, что его интерес, в отличие от Нейта, заключается в том, чтобы по-любому поиметь денег с какой-либо находки во имя покрытия долгов. Плюс выясняется новая информация. Оказывается, Эльдорадо это не город, а большая золотая статуя. А я думал, Сава. Также выясняется, что ее, к сожалению, много веков назад испанцы перевезли в другое место. Ну, можно? Можно что? Пойти по следам. Ступая хоть по какому-то следу статуи, наши герои находят немецкую подлодку времен Второй мировой войны. Салли находит идеальную отмазку, чтобы слиться с экскурсией по подлодке. А именно... Пошли, посмотри. Нет, стой, стой, стой. Как-то это все слишком чудно. Чудно? Ты будто никогда не видел немецких подлодок посреди джинглей. Я вообще-то серьезно. Давай так, ты жди тут, а я один слазаю. Если увижу нацистов, обязательно тебе сообщу. Давай, так и сделаю. О, стоп, стоп, стоп. Подержи пока у себя, хорошо? Поэтому, отправляемся мы туда, естественно, в одиночку. Внутри, Нейт обнаруживает, срачельник, как у людей, только съехавших от родителей, и тела жестоко убитых членов команды. Клощья разорвали. Ох, вот жуткая смерть. Звучит ужасно. А что в карманах? Ты сама доброта. А также недостающую страницу из дневника Дрейка и координаты некого острова в Тихом океане, куда испанцы перевезли статую. Нейт, только чтобы не получилось опять все впустую. Экспедиция должна купиться или... Или что? Салли, ты слышишь? Салливан! Это, наверное, плохо. Покинув прекрасную обитель, мы вдруг обнаруживаем, что пока осматривали подлодку, Салли взял в плен злой злодей по имени Габриэль Роман и его правая рука Наварро. Оказывается, Салли задолжал Седовласому большие бабки. Вдобавок, не постеснялся сообщить о текущем расследовании. Боюсь, что наше время вышло. Разве только вы нашли что-нибудь вон там, мистер Дрейк? Что-нибудь, что компенсировало бы мои затраты? Он издевается. Они все слышали. Отдай им карту. Медленно. Какая связь у немецкой карты с Эльдорадом? Ты что, думаешь это совпадение? Немцы искали тоже сокровище. И эта карта у них неспроста. Итак, слово за слово, желая преподать нам урок, Роман убивает Салли, стреляя ему в грудь. Он тут вообще... Салли! В этот момент, та самая торпеда с подлодки решает выиграть нам немного времени и героически жертвует собой. Земля тебе пухом. Нейтан пользуется этим и под шумок сбегает. При этом, он случайно сталкивается с Еленой, которая шла по следу и вдобавок хочет дать понять нам, что она не очень довольна тем, как мы с ней поступили. Вдвоем они добираются до самолета с Алли и улетают по адресу следующей зацепки об Эльдорадо. А Ленка все никак не успокоится. Зачем вы вообще занимаетесь по жизни? Что даю? А что? Бананы. Угу. Людей. Шучу, не бананы. Найдем ли мы руины давно забытой колонии и груз испанского золота? Или остров приготовил для нас какой-то мрачный сюрприз? Теперь никто канал не переключит. Внезапно кто-то на земле решает, что нехуй тут всяким летать и начинают потихоньку уничтожать самолет. Приходится прыгать. Ленка, естественно, спасает камеру и себя. На Нейта ей вообще плевать. Поэтому один-один. А он сам, недолго думая, понимает, что столкнуться ебальником со скалой на деле не так-то уж и весело. И тоже покидает самолет. Привет, я Джонни Ноксвилл. Добро пожаловать в «Джек-Асс». Напугал. Очнувшись на земле, Нейт решает, что неплохо бы посоединиться со своей мадам. И поэтому отправляется на ее поиски, преодолевая разные сложности волны вооруженных тел. Мы сначала находим обломок самолета. А затем, после того, как мы еще немного сократили численность населения острова, находим парашют Елены. А чуть дальше убеждаемся, что Горбатова действительно только могила исправит. Елена, что она вытворяет? Ебаная! Ты опять выходишь на связь, мудила, сучонок ебучий. Зараза. Шука, я тебя выебу нахуй! И будешь счаса-то у меня хуй, блядь! Следуя за ней, мы наблюдаем вполне стандартное меню в играх нулевых про джунгли и экшен. То есть, убиваем гуков, карабкаемся по старинным башням, убиваем гуков, преодолеваем препятствия, получаем кусочек развития. Что в этой башне такого важного? А затем снова убиваем гуков. Здорово! Оооо! Флэчер, мы ушли к большой башне. Надеюсь, что увижу тебя там. Фрэнсис Дрейк! Оооо! Так ты был здесь? На что ты замышлял? И видимо, в тот момент, когда на острове начинается демографический кризис, и противники заканчиваются просто потому, что уже не успевают, блин, дорасти до призывного возраста, бедолаги, видимо, в этот момент мы, чтобы дать матерям и женам хотя бы похоронить людей, решаем передохнуть и залезть в башню Фрэнсиса Дрейка. Там мы находим подзорную трубу, через которую отмечаем новое место, где могут в страхе прятаться вооруженные люди, которых мы еще не убили. Но в этот момент мы замечаем Ленку, и не мы одни. Попытка спасти ее засчитана, но, к сожалению, мы все-таки попадаем в плен. Ты, конечно, очень опытный искатель сокровищ, но вряд ли ты найдешь за Сельдорадо. Как ты умудрился так вляпаться? Но вообще-то я тебя спасал. О, это так мило. Тут у нас традиционный кирпич из песчаника, и звездковый раствор. Сучка, ты сводишь меня с ума, заткнись! Моя программа. Четвертая серия Архитектора Нового Света. Да, надо будет просто дернуть как следует. Что? Погоди, ты уверена? Уйди с дороги, Глудо! Чеботан, открой эту чертову дверь! Вот черт. Кто ты вообще такой? Эдди Раджа. Ну кто же еще? Удивительный документ, а? Похоже, этот сэр Фрэнсис был прямо моим коллегой. Не льстей себя, Эдди. Эдди требует помочь ему найти золото, и по сути не оставляет выбора, что Нейт и подмечает. И все? Два варианта? Сдохнуть сразу, или помочь тебе и сдохнуть? Тяжкий выбор, но знаешь что? Давай-ка сразу. Ленка вовремя спасает нас из лап беспомощного дебила, и начинается погоня. Найс! Так, кто это был? Один мой старый порт... Берегись! О нет! Держись! Так, хватайся за руку! Есть! Ты цела? Да, порядок. А у тебя кровь? Да ничего страшного. Надо играть опять сюда. Давай! Далеко собрались? Привет, Эдди! Ты правда думал, что сможет сбежать от меня? Нет, нет, я просто хотел устроить барышней экскурсию. Заткнись! В конце концов, даже находясь в тупике и будучи окруженными солдатами Эдди, Нейт выигрывает время и успевает еще немного пустить этого неудачника, который, похоже, вообще ничего нам сделать не может. Нет! Окончательно сбегаем от душнилы, избавившись от машины, и немного отдыхаем, где Елена показывает нам некоторый отснятый материал. Нейт подмечает лодку и сообщает, что... Это наш билет отсюда. Пошли. Билет отсюда? Ты что, сдаешься? Ты не заметила? Нас меньше, а их больше. Ну, пока мы справляемся. Тоже мне. Елена, я не хочу, чтобы на моей совести был твой труп. Идем. Да брось. Хочешь сдаться, пожалуйста. Только не вали ты на меня. Хорошо. Я сдаюсь, ясно? Я ухожу. Ты со мной или как? Что, и все? Ты просто забудешь про сокровища и даже про драйка? Знаешь что, ради этого не стоит умирать. Ладно. Поняла. Слушай, нам так и так придется вернуться в гавань. Так что, расслабься. Еще успеем это обсудить. Все будет круто. Стой! Теперь я поведу. Окей? Преодолевая локацию на гидроцикле, у меня возник только один вопрос. Откуда, вашу мать, тут эти бочки? Кто их кидает в воду? И откуда вообще знает, что мы тут плаваем? А, ну понятно. Тебя и убить не жалко. Направляясь к гавани, где причалена лодка, Нейт и Елена находят старый журнал с записями, где снова всплывает Эльдорадо. Эсперанца отплыла из порта Кальяо в Перу, на борту 800 слиптов золота, 1200 серебра, изумруды, золотые маски, украшения. Ого, читаешь старый испанский, как родной. Видать, непростой расхититель могил, да? Нашел. Золотая статуя. Вес 20 арок. Далее раскрывается информация, которая, возможно, мучила особо любопытных людей, игравших впервые. Что же это за кольцо такое висит на шее у Нейта? Оказывается, что этим кольцом когда-то владел Фрэнсис Дрейк, и Нейт вроде как унаследовал его. Но это с его слов. Плюс на кольце были координаты, которые и указали Нейтану на утонувший гроб вначале. Стоп, а это что за число сбоку? Координаты. Это у берегов Панамы. А, так вот как ты вышел на гроб. Да, именно. Дрейк оставил это кольцо как подсказку с указанием на место. Тому, кого хватит мозгов расшифровать? Лезть не поможет. Мы все равно отсюда валим. Боюсь, что Эльдорадо мы увидим только на бумаге. Заебись. Четко. Вернувшись на путь к лодке, герои ненадолго разделяются, потому что Елена хочет немного поснимать напоследок. Что, кстати, оказывается очень даже полезным. Потому что, воссоединившись, она показывает нам новый материал и новую сенсацию. Стой, Нейт! Что ты делаешь? Ты должен увидеть. Смотри. Что? Батя, снюхай тебя нахуй. Сорока с чем-то летим, блять. Батя, снюхай, ну-ка, иди, пука. Нам еще на причале остались. Иииииииии... Привет! Салливан жив! После увиденного, Ленка вполне логично задает вопрос. А ты... Ты ему вообще доверяешь? На что Нейт отвечает, что хоть это и выглядит странно, Салли все же мужик нормальный и не предатель. Но найти его, все узнать и прописать в ёбач все-таки нужно, так, для профилактики. Поэтому выясняем, куда они полетели и следуем за ними. Если он правда работает на них. Либо спасем его, либо вломим ему. Хотя знаешь, я и так ему вломлю. Идем по мосту, где Ленка пропускает мимо ушей слова Нейта и показывает себя типичным малолетним дебилом, который смотрит в телефон, а не под ноги. Что тут скажешь? Доснималась, наконец? Зараза! Ничего. Давай. Пойдем. Но грустить некогда, ведь разработчики, видимо, подумали, что нам срочно нужен еще один душный отрезок с гидроциклом. Поэтому преодолеваем его и выходим на сушу. Больше, к счастью, мы этот гидроцикл не увидим. Убивая всех, кто стоит между нами и Салли, хочу сделать небольшую остановочку. И отметить, что в джунглях мы находим беднягу, который попался в ловушку, плюс был съеден неизвестным существом, которое очень любезно предоставило нам отпечатки своих лап, видимо, на изучение. Так что, держу в курсе. За нами следят. Что? Хотя, знаешь, нет. Мне показалось. Только давай уйдем отсюда, пока не вернулся тот, кто это пожевал. Ладно. Наконец-то мы добираемся до монстря и находим Салли, который, как типичный дед, льет какую-то дичь в мозг ничего не понимающей молодежи. Она работала в маленьком баре на Филиппинах. Вы бы знали, какая у нее была сладкая улыбка. Да, господь свидетель, если бы застукала в чужой постели, убила бы на месте. Крохотулька она была, роста метра полтора, не больше. Ее прозвали волчком, потому что... Да заткнись ты, старый крыч, мы про это уже сто раз слушали. Эй! Вон там! О, черт! Укладываем спать этих бедолаг, не использующих интеллект, и получаем долгожданное объяснение от Салли. Скажу честно, изначально я не думал делить видео на две части, но сейчас понимаю, что нужно дать вам отдохнуть. Поэтому вторая часть выйдет плюс-минус на следующей неделе. И еще кое-что. Подобное видео для меня это что-то абсолютно новое. Я получил свою дозу удовольствия, пока его делал, и точно готов делать еще. Я не буду лишний раз говорить про алгоритмы ютуба, лайки и подписки. Ну то есть, конечно же, я буду безумно рад, если вы подпишетесь. Но самое главное, я хочу узнать ваше мнение об этом видео. Пишите абсолютно все, что думаете, я не обижусь. Ну то есть, я уже жду тонну комментариев про то, что плохой звук, или то, что я... Не выговариваю букву R. Ну а на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok